Друзья, всем привет! Под одним из наших предыдущих роликов вы просили нас снять ножи с мекартой. Мне эта тема очень понравилась, так как она тактильна, достаточно приятная, и мне в принципе нравится мекарта на рукояти. Поэтому сегодня я собрал такую небольшую подборку, все самое интересное с мекартой, что было у нас в магазине. Давайте начинать. Для начала давайте скажу вообще, что такое мекарта. Мекарта это материал для рукояток, который изготавливается на основе эпоксидной смолы и ткани, либо бумаги. Берется ткань, берется эпоксидная смола и слоями вот так вот друг на друга накладывается ткань смола, ткань смола, все это стабилизируется, застывает и получается достаточно плотный материал, который, если верхний слой снять, вот этого смолы, да, то ткань немножко вскрывается и становится немножко шершавенькая и очень приятная на ощупь. Ну, начнем мы, пожалуй, вот с такого вот малыша от компании All Knife, моделька Tito XS. Нож сам по себе очень небольшой, компактный и весьма удобно лежит в руке, несмотря на свои небольшие габариты. На мой взгляд, отлично подойдет как шейник, ножны у него из кайдекса повесить на цепочку, на паракорд, да, в принципе, можно и клипсу какую-нибудь поставить, носить просто в кармане на каждый день. Нож за счет своей геометрии просто прекрасно будет резать, здесь небольшая линзочка, сведен он в ноль, возможно, есть небольшой микроподвод, но это нисколько его не портит. Нож очень круто режет и при этом будет также круто строгать, учитывая габариты этого ножа и форм-фактор, он, на мой взгляд, просто прекрасно подойдет для карвинга. Выйти на природу, куда-нибудь что-нибудь посидеть, построгать, поковырять, повырезать, я думаю, будет очень-очень приятно. На клинке у нас стоит стандартная для All-Life N690 с кривообработкой, а на рукояти, как вы уже все поняли, микарта, но не совсем обычная. Микарта здесь такая фиолетовая, мой любимый цвет, не совсем обычная, но при этом очень круто сделана. Есть и насечки, и некоторые грани зашлифованные, в общем, цепкая, тактильно приятная, очень классная микарта. Да и нож сам по себе очень-очень удачный. Следующим ножом тоже будет очень компактный небольшой ножичек, CVV Baby Bunter. Одна из самых популярных на данный момент моделей у компании CVV, ввиду того, что в свое время стал просто легендой нож-бантер у компании V-Knife по дизайну Бена Питерсона. Потом они решили выпустить младшую его версию, по сути тот же нож, но немножко в уменьшенном формате. Если кто не знает, есть еще и большой бантер, тоже в V-Knife его сделали, очень классный ножик. Но вернемся к ножу от CVV. Для тех, кто не в курсе, CVV это дочерка V-Knife с тем же качеством, с теми же дизайнами, но куда более простыми материалами. На клинке здесь стоит сталь Nitro-V, что достаточно неплохо для ножа такого формата рукоятка, как у всех ножей данной подборки, из микарты. Микарта такого приятного зеленого цвета, есть клипса двухсторонняя и большое темлячное отверстие. Несмотря на свои очень компактные габариты, то есть в закрытом положении нож полностью помещается в руку и никак из нее не торчит, он очень круто лежит в руке. Есть достаточно большой чойл, за который можно прекрасно перехватиться. И вот несмотря на то, что у меня рука не самая маленькая, нож прям очень классно в нее ложится. Кстати, механика у этого малыша просто превосходная. В осевом узле стоят керамические подшипники, которые обеспечивают просто пушечный флип. Следующим ножом будет QSP Parrot. На рукояти стоит джинсовая безумно приятная микарта на клинке D2. Нож небольшой, по габаритам сопоставим, наверное, с Ontario Red 2. Это, наверное, его будет одноклассник. Но при этом, на мой взгляд, это просто убийца Ontario Red 2. Объясню почему. Нож на D2, так же, как и Ontario, так же на шайбах, что, безусловно, плюс для рабочего именно ножа. С МИ-картой на рукояти очень классный. При этом ценник у него на момент съемок видео всего 2600. В то время как Ontario стоит почти в два раза дороже. А учитывая там промокод, скиночка, все то, что там под видео, как обычно, там есть, он еще дешевле будет. Так что... Следующим будет нож от компании CGRB. Модель Scoria. Простой, понятный ножик на каждый день. Рукоятка очень эргономичная, не толстая. То есть, на кармане будет располагаться просто превосходно. Есть большой чойл, чтобы перехватиться поближе к линку для выполнения каких-то более деликатных задач. Да и в целом, в руке лежит очень круто. Ну и, конечно же, отдельно стоит сказать про МИ-карту. Как они ее такую сделали, я не понимаю. Но вот первое впечатление, когда берешь нож в руки, как будто ты кусок ковра какого-то взял. Не знаю, вот он просто реально бархатная МИ-карта. На клинке, кстати, стоит китайская порошковая сталь AR RPM 9. Это нечто похожее на 8-хром 13-молебденванадий, но с небольшими доработками по составу и в порошковом исполнении. Так что сталька весьма интересная. Пожалуй, добавим немножко классики в нашу подборку. Боксер EDC от компании Бекер Золинген. На данном ноже МИ-карта такого горчичного цвета выполнена из достаточно грубой мешковины. То есть, если посмотреть внимательно на рукоятку, можно увидеть прям структуру вот этих ниток. Стреляй, стреляй, давай оружием! Если внимательно посмотреть на рукоятку, можно увидеть структуру вот этих ниток. Такую прям мешковину даже, я бы сказал. Очень круто, в общем, это смотрится. Нож выполнен без лайнеров, то есть он полностью собран на двух плашках из МИ-карты. Нож неразборный, замок стрипджоинт. Классический такой немецкий аккуратный ножичек на каждый день. Клинок выполнен из стали М390. Дизайнером данного ножа является Рафаэль Дюранов. Ну и, конечно же, я просто не мог не взять мой любимый нож. Спайдерка Paramille 3.2 с накладками из МИ-карты. Нож интересен не только своими нестандартными накладками из МИ-карты, но еще и конструктивом. Он немножко у него изменен. Если мы сравним его с классической Paramille 3, что мы, собственно, сейчас и сделаем. Во-первых, сразу будет видно, что лайнера у классической версии скрыты в накладках. У версии с МИ-карты на рукояти лайнера торчат. То есть здесь просто накладки сверху наложены на лайнеры и прикручены. Второе, основное отличие будет язычок компрессион. Мы потом поближе снимем. На классических версиях кнопка как раз-таки вот этого компрессион, на который нам нужно нажимать, она почему-то сделана меньше. А вот в этой новой версии они изменили его, на мой взгляд, в лучшую сторону. Его стало открывать и закрывать немножко удобнее. Ну и сталь на этом ноже тоже другая. Если на стоковой версии у нас стоит CPM из 45VN, то на этом ноже у нас стоит CPM Крувьер. Следующий нож нашей подборки будет Kaiser Rapids. Рукоятка у этого ножа выполнена весьма интересным образом. Она состоит из двух компонентов. Основная часть выполнена из G10. И в нее вставлена такая вот врезка из МИ-карты. Смотрится, как мне кажется, очень круто. Нож достаточно аккуратный, компактный, выполнен в всем привычных прямых формах. Так что этим ножом удобно будет как резать, так и строгать, что-то ковырять, упаковки скрывать. В общем, максимально универсальный нож на каждый день. Сталь на клинке 154CM. В осевом узле стоят керамические подшипники. Так что механика очень бодренькая. Также у ножа есть большое темлячное отверстие и двухпозиционные клипсы для ношения на кармане. Ну, я решил, что такую МИ-карту 100% стоит вам показать. Нож Enzorik от компании Lizard Knives. Почему, как мне кажется, стоило показать вам этот нож? Так это потому, что на рукояти здесь МИ-карта из очень какой-то грубой ткани. Прям, я не знаю, вот еще с красным вот этим красителем в эпоксидке смотрится просто бешеным каким-то образом. Мне лично очень напоминает какой-то старый плед. Вот такое впечатление, что взяли вот этот плед, закатали его в эпоксидку и из него сделали рукоятку. Очень как-то тепло и по-уютному смотрится этот нож и при этом весьма неплохо сидит в руке. Конструкция у ножа Full Tank. Нож выполнен из стали VG-10. Комплектуется вот такими вот простыми погружными кожаными ножнами, на которых есть как свободный подвес, так и более жесткий. На мой взгляд, МИ-карта отлично подходит для кухонных ножей, ведь она достаточно цепкая и позволяет уверенно удерживать нож даже мокрыми руками. Поэтому я и взял следующие ножи. Это кухонная тройка от мастерской Дениса Ульданова. Соответственно, номер один, номер два и номер три. Рукоятка выполнена из в меру гладкой и в меру цепкой серыми картами, что позволяет очень уверенно удерживать ваш нож. На клинке же здесь стоит N690, что очень круто для кухонного ножа. Помимо этих ножей у мастера есть и другие кухонники в других формах, но я решил взять именно эту тройку. Большой стандартный шеф, средний нож и небольшой овощной. Дальше я решил взять, можно сказать, легенду аутдора, выживания, вот такого бушкрафта и всего прочего. Это у нас Эсси, модель номер три. На рукояти достаточно грубая, цепкая мекарта, так что что в перчатках, что голыми руками нож можно будет удерживать очень-очень уверенно. Сталька простая, абсолютно неприхотливая, 1095, хорошая углеродка, круто режет, но имеет все-таки высокую склонность к образованию коррозии. Вообще стоит сказать, что это не совсем тот Эсси-тройка, который был изначально, потому что в классическом его исполнении у него идет достаточно развитый подпальцевый упор, что делает его холодным оружием. Эта же версия ножа сделана, скажем так, под российское законодательство. Здесь этот упор убран, рукоятка стала травмоопасной, поэтому он не является холодным оружием и спокойно можно ходить с ним хоть в поход, хоть, не знаю, на каждый день в кармане, если вдруг вам нравится такой формат ножей. Конструкция у ножа Full Tank, так что запас надежности здесь весьма внушительный. Также в комплекте с ножом идут вот такие вот кожаные ножны, классические погружные на ремень, на которых, кстати, есть надпись Made in USA. Ну а завершает нашу сегодняшнюю подборку туристический нож от компании Fox, модель Miskwacky. Нож назван в честь легендарного индейского племени, которая обитала в Северной Америке. И это вот такой вот здоровенный тесак. Что касаемо стали, на клинке стоит австрийская N690KO, соответственно, с повышенным содержанием кобальта, так что и коррозии будет сопротивляться очень круто, и заточку держать будет очень-очень уверенно. Рукоятка, конечно же, как и у всех ножей в этой подборке из Микарты, достаточно цепкая, весьма эргономичная, но не в Микарте фишка этого ножа. Во-первых, это форма клинка, достаточно интересная. Для чего она такая нужна? Объясню. Эта часть со спусками повыше позволяет достаточно комфортно что-то резать. Эта часть, где спуски пониже, сведение будет потолще, отлично, что-то строгает, рубит какую-то силовую нагрузку, можно легко на него давать. И Танто позволяет какие-то деликатные вещи, если вдруг это нужно, достаточно комфортно сделать. Еще одной фишкой этого ножа является то, что это складной нож. Да-да, вам не показалось. Здесь есть бэк-лог. Вот таким вот образом это все выглядит в сложном состоянии. Это не аксис, как многие могли подумать, а дополнительный фиксатор, чтобы нож не сложился во время какой-то грубой силовой работы. Отдельно стоит внимание ножны, конечно же, ножны-чехол. То есть можно это носить вот в таком вот формате, как фиксированный нож. Но если вы хотите более компактно разместить нож у себя на снаряжении, на поясе и так далее, мы берем, складываем этот нож, убираем его вот таким вот, наверное, образом в чехол на фастексе. Вот, чехол, кстати, тоже отсоединяется от основных ножен, и можно более компактно закрепить его через систему MOLLE либо на рюкзаке, либо на разгрузке какой-то, да, хоть просто на поясе. Что ж, друзья, на этом у меня все. Пишите в комментариях, как вы относитесь к ножам с Миккарты, и есть ли у вас вообще в коллекции ножи с таким материалом рукояти. По ссылке в описании будут все ножи из данного видео, а также скидка в 10% на некоторые бренды. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok